Мы встретились на заправке ПАС. Это перекресток Шарагай. Мы едем путешествовать по Иерусалиму Сингара. Мы направляемся на Дерек Бурма. Как видите, подъемщики тут не слабые. Кучно едем. Вон и люке совсем не тяжело, правда? Так все идет по плану. Прямой кабель. Запросто. Глаза боятся, сердце стучит. Сердце стучит, а в сиденье я только в пищу. Главное глаза вовремя закрыть. Тогда все хорошо. Красивейшие места. Как видите, пешком нужно идти иногда не только на подъем, но и на спуск. Ну что, что за аттракция? Да, крутизна серьезная. Я лучше пойду пешком. Нормальные герои всегда идут пешком. Не кажется, что мы должны по этой дороге приехать, Игорь? А, Игорь? Кажется. Не то, что кажется. Сейчас зима, все цветет, все зелено. Красивейшие места. Да, сейчас они красивее в несколько раз, чем это выглядит летом. Тут был широкоугольный объектив. Что вы думаете, Илья делает сейчас? Настраивает мотопорад. Вот запланированный панчер. На спуске главное. Да. Ну, есть чего. Что же это за тюль без панчера? Все советуют. И Лехе как правильно качать, да, Лех? Конечно, им легче. Ногами крутить не надо. Вот у нее задний нож, что она ногу бьет. Бьет? Так вот так под колу подгибает. Под колу старая, сбитая. Так и они джики-то. Дали девушке плохую лошадь. Вот еще вот такая картинка по дороге. Пожалуйста. Мимо проехать невозможно. Такая красота. Ответственные скалы. Все в зелень. Открывается. Когда будешь падать, смотри налево, там чудесный вид открывает. Нет, так включи велик Орк. Внизу, внизу проходит дорога нахер в Кисалон. Вон там, внизу. Это дорога, по которой 3000 лет назад ходили. Одна из дорог в Иерусалим, потому что в древние времена дороги прокладывали по руслам рек. По ней тележки ходили, по ней везли ковчег божий в Иерусалим. После того, захватили ассирийцы. Вот по этой дороге 3000 лет назад люди ходили в Иерусалим. И мы по ней скоро поедем. Мы по ней скоро поедем. В этих местах жил первый шахид из священного писания Шимсон, который обвалил колонну на себя и на филистимлян. Кричал, что погибнет моя душа, что вы стимлянами, погиб вместе с 1000 филистимлянами. Вот откуда было положено начало терроризма. Начало шахидизма. Вот четкий самоубийца прописан. Тут тоже когда-то в Санкт-Петербурге? Да, конечно. Всех отсюда? Не-не, не всех тут не так было. Тут арабы, у них была, как сказать, они такой трагиль придумали. Они будут своим рассказывать про известных евреев, и все разозлятся, и пойдут евреям мстить. Они так настолько рассказали, что все испугались и убежали. У нас привал, щепитие, все как положено. Место выбрали великолепно, ветра нет. Сейчас все пойдет по накатанному. Ну и заодно, чтобы не терять время, осмотреть местные достопримечательности в виде пещер. Направляемся туда. Вот такие интересные здесь пещеры. К сожалению, закрыты. Внутрь попасть невозможно. А было бы интересно. И вот такая лесенка ведет на вершину мира. Чай закипает, надо торопиться. Бедолага, это для тебя. Взял бы ты его с собой. И чувствовал себя хорошо. Что ж такое-то? Почти самодельная бензиновая горелка. Он без иглы, да? Без иглы. Тепло, хорошо. Процесс выжигания занимает минут 15. Да, не-не-не, это вот. Нервый. О, какой цвет. Сколько это кубиков? 500, 250? Ну, зато горит. Немножко дымит, но не ставь. Подожди 2 секунды. Ну, это хорошая горелка, она хорошо пробивается. Главное, ароматизирование. Нет, горелка отлично ароматизирована. Нет, горелка отлично ароматизирована. Кому чай? Кем? Два же стакана есть. Я хочу тот чай, второй. Только три стакана. Попейте вы, а потом мы. Вот такая же горелка, бедолага. Только изобретённая чуть позже. Посмотрим, как это работает. Небольшой костёр и всё хорошо. Ты думаешь, это велосипед? Вот, кстати, Саша Бет решил усовершенствовать свой велосипед. Видите, что из этого получилось? Добавил на него несколько деталей. Да, решил, что так постепенно. Мотор сначала. Теперь у тебя более... Получился вот такой велосипед. Вот, 2 секунды она горит. Да, горит правда. Это бензин? Да? А где-то бензин? Это нет. Не прошло и трёх минут. Чай кипит. Бензиновая горелка, пожалуйста. Кипит, кипит. Посмотри. Как кипит. Фирма веников не вяжет. Чистенькие. Все вяжут чистенькие. Незакопчённые. У нас тут выставка горела. Вот, пожалуйста, бензиновая. Газовая. Вот, пожалуйста, газовая. Вот, пожалуйста, ещё одна. Так что чай... У бедолаги была вот такая маленькая горелочка. Вот это было красиво. Но никто её не видел. Только пока что теоретически. Я видел её горелочкой. Я видел, да. Понимаешь, что хорошо для запаха. Вот если в бензин добавить духи, например. Знаешь, какие зловония будут? Глебла в воде. А ты спирт добавить? Я спирт лучше в себя добавить. И тогда тебе всё пофиг будет. Почему-то горение горелки начинается с костра. Потом это всё выходит на температурный режим. Я думаю, мы не взорвёмся сегодня. Надеюсь. То есть технология такая. Сначала разжигаешь большую горелку, прогреваешь. Потом разжигаешь маленькую. То с тобой надо возить две горелки. Твою горелку можно на мою голову разжигать? А мою горелку на твою нельзя. Нельзя. Как Макрософт обычно делает. Не прошло и минуты, всё. В режим вошло. Что? Как реактивный двигатель. Надо разогреть его сначала. Всё, ждём. Вот оборудование современного велосипеда. Давайте останемся. Бортовой компьютер. Бортовой компьютер. GPS. Ну и место под фонаря. Вот так мы теперь катаемся. Саша на своём велосипеде, мы на своём. Какая компания. Мы в парке, что ли? Нашли тот спид. Нас ребята оставили. Саша и Юра поехали очки зарабатывать домой. Илюха поехал работать. Сосредоточьтесь. Илюха поехал работать. Вот дорога в цветах. Илюха. 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 Илюха.